Белорусов ждут длинные выходные. Нерабочими будут 30 апреля и 1, 2, 3 мая. Однако за понедельник придется потрудиться в субботу 14 числа. Кроме того, с 7 по 9 объявлен еще один дополнительный уикенд. Организации, в зависимости от специфики, могут переносить рабочие дни в другом порядке. Православные отмечают чистый четверг. С этого дня начинается подготовка к Пасхе. Верующие приходят в храмы, чтобы исповедаться и перечаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. Также во время богослужения вспоминают одно из важнейших евангельских событий – тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. В Бобруйске проходит день информирования. Ключевые темы, которые вынесены на обсуждение – экономические достижения в контексте решений 6-го Всебелорусского народного собрания, ДТП с участием мототранспорта и вопросы по охране труда. К слову, с 25 по 29 апреля в Могилевской области пройдет неделя нулевого травматизма. В Бобруйске задержали закладчицу психотропов. 26-летняя девушка, как сообщается, собиралась разложить по городу очередную партию товара. При ней обнаружили 20 грамм мифедруна. Выяснилось, что это была ее третья раскладка. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. На Радоницу в Бобруйске-Доломов продлили движение автобусов. Маршрут 13А и 13В изменен до 2 мая. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте исполкома. Напомним, в тестовом режиме пустили и 4Г. По средам отправление от Дзержинского в 9.05 и прибытие на кладбище Восточное в половину десятого. По субботам начало движения в 9.30, конец без 5.10.